Подобно раскрашенному большому винятному идолу. И богатство в руках невеже, имеется в духовном плане, и бедность настигшего ученого человека приносит горе им и окружающим. Но из двух первых, оно из двух первых хуже. Воистину, бедность не может повредить духу сведущего, а богатство в руках невеже даёт себе опасность. Это, в общем-то, не мне объяснять. Все прекрасно понимают, что если человек не способен правильно распорядиться деньгами, то эти деньги приносят страдания ему и всем окружающим. Потому что, я знаю, что человек, который влиятельный человек, он много может сделать всего. И если он свои действия, свои силы направляет на то, чтобы эксплуатировать всех вокруг, то жизнь от этого становится тяжелее. С другой стороны, если богатый, бедный человек начинает действовать на благо всех людей, то он становится счастливым, и все вокруг становятся счастливы. Есть только одна проблема. Получается в том, что каждый из нас имеет вот эту вот штуку эгоизма, или желание жить для себя. Вот эгоизм строит планы, закручивает человека. Человек все время хочет увеличить свой капитал до самой смерти. Думает, что надо больше и больше заработать, больше иметь в себе. И это нескончаемо в сознании любого человека. И поэтому такой человек не способен. Часто бывает понять, что ему придется отвечать за все средства, которые он получил в жизни. Подпечатать перед Буком, перед высшей истиной. И что, если он не использовал на благо людей эти средства, а только построил в себе дома, там, или еще что-то делал для себя, то он будет за это просто страдать потом дальше. Сколько страданий людей получили от этих денег, средств, то он получит страдания в своей жизни следующие. Поэтому богатство – это скорее наказание, чем блага для человека. Вот когда человек получает много денег, он страдает уже в этой жизни. Внешне может показаться, что такой человек очень счастлив. Но я изучал этот вопрос, серьезно исследовал, и увидел, что многие богатые люди заняты непомерным трудом, то есть у них нет отдыха. Они трудятся целыми днями и ночами. Они живут в опасности, потому что много кто хочет поднять у них возможности, силы. Мне рассказывал один мой знакомый про своего друга, богатого человека, одного из влиятельнейших людей в России, связанных с нефтью. И у него нет возможности нормально жить. То есть он постоянно с тело-кровителями ходит. То есть когда он мне рассказывал, в этот год на него было совершено покушение. То есть жизнь вся нонирована. Если говорить о личной жизни, то близкие люди богатого человека хотят от него денег, славы. То есть близких отношений нет. Мало, когда богатый человек может установить глубокие, близкие отношения с своими родственниками, потому что в них стына течет постоянно. То есть они могут унижаться, сисю-кусю делать, но глубоких отношений нет. И часто люди, богатые, они лишены возможности даже получить знания, потому что гордости мешают. Например, и это, когда богатый человек способен внутренне перешагнуть через себя, прийти вот на такие беседы, допустим. Это сложно, сложно такому человеку. Потому что я разок в Москве встретился с одним богатым человеком. Меня пригласил на встречу. И этот человек очень богатый. Миллиардер. И у него там девец заботов, газет пара годов. Ну то есть он такой очень богатый. И он на все смотрит, на всех свысока. Хотя он образованный человек. Я пришел к нему в гости, кругом эти охраны, телогранители там, все. И он меня спросил, что ты можешь? Ну то есть как ты можешь мне служить? Другой вопрос, что ты можешь? Я сделал. Ну, он просто сказал, что ты можешь. Я говорю, я не знаю. Вы меня пригласили, вы лучше знаете, что я могу. Ну, он говорит, ты будешь делать? Я говорю, нет. А что? Это же там, где на сайте написано, там, восточная медицина. Я говорю, ну, вот я могу, как-то лечить. Интересно, интересно. Пришел потом еще один человек в гости, такой, знаете, под китайского, восточного ученого китайского, такой, знаете, там шарики, руки в руках такие китайские, еще пальчик у него такой, ну, такой весь навороченный, внешне такой, ученый китайский. Пациент буддиста такой, и такой смотрит на меня, типа, ну, чёрт там за телосу здесь. Такой, знаете. И, как бы, этот, ну, этот богатый человек, он очень удивился тем, что я не мотивирован, как бы, с ним особо общаться. То есть я пришел с ним разговаривать спокойно. Но обычно перед ним все прыгают на заднюю пасту. И вот так это удивило. Но он не пошел на отношения серьезные. То есть ему надо было просто вот этих людей вокруг него, которые бы бегали на цыпочках, а серьезные разговоры не пошел. И он понял, что я не буду перед ним прыгать. Ну, такой, получил консультацию от меня небольшую. Говорит, спасибо за консультацию. Все, как-то, счастливо. Ну, счастливо. Я начал выходить, и побегает, по мне секретарь, что-то, да, сколько стоит ваша консультация? Как? Звать эту пациентку. Вам сейчас оплатят. Я говорю, у меня бесплатная консультация. Я говорю, денег за консультацию не беру. И пошел. Ну, это было, наверное, серьезное оскорбление. С моей стороны, отношение к этому человеку. Знаете, как бы, это все очень, это очень все примитивно. Нет возможности этому человеку даже серьезно пообщаться. Он сам себе не дает такую возможность. Не дает, потому что вот эта вот тупость власти, влияние, она обескураживает человека и дает ему шансов быть счастливым. Бывают счастливые, богатые люди. Мне пришлось общаться с одним человеком. Он тогда был министром каких-то инновационных технологий в России. Ну, то есть он внедрял новые различные технологии, там, да, ну, что-то такое. Вот. И очень хороший человек. То есть он был скромным, смиренным, влиятельным. Когда позвонил его начальник, там, какой-то серьезный очень человек из правительства, он встал, разговаривая с ним. Разговаривал с ним очень уважительно и стоя. Хотя никого, ну, не перед ним было вставать. Он встал просто и начал разговаривать с ним очень, очень глубоко, уважая его как личность. Я увидел удивительное качество этого человека. И он мне рассказывал, как он берет себе на работу, там, акун, кирайз. Говорит, я, когда человек к ним не заходит, я уже вижу, правило или нет. То есть он заходит, типа, есть на контакт, до свидания. Говорит, очень мало нормальных, разумных людей, говорит, которых можно реально взять, ну, чтобы они как что-то разрабатывали. В основном все хотят денег, влияния. Ну, то есть никто не хочет просто трудиться в государстве. Мало таких людей. То есть мы с ним пообщались, очень удивительный человек. И мы с ним говорили на очень глубокие темы, беседовали. Но так, таких людей очень мало. Он говорит, я здесь как белая ворота. Мне очень трудно, как бы, найти себе друзей в этом кругу. Он потом ушел из министерства, все-таки, не осталось там. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что богатство не означает цель жизни. Вот это четко можно видеть, что это рушит жизнь частного людей. Настоящая ценность — это глубокие отношения. Они тоже не бывают. Понимаете, глубокие отношения могут быть только среди глубоких людей. А глубокие люди бывают там, где люди стремятся к глубокому. Поэтому человек не может просто надеяться, рассчитывать на то, что у него будут глубокие отношения в том кругу, в котором он находится. Ему надо возвышать свой круг. Менять себя, значит, менять свою жизнь. Теоретически. Мне одна девушка сказала, я хочу быть замуж за очень возвышенного человека. Как это возможно? Я ей сказал, надо поменять круг общения. То есть, если ты будешь общаться там, где общаются возвышенные люди, то дебют премии, ты поправишься, потому что ты из возвышенных людей. Он может тебя взять замуж. Она говорит, ну а как я могу общаться в таком кругу? Я говорю, есть только одна причина, возможность самой стать таким человеком. И самой надо работать над собой, чтобы ты помогла общаться в таком. И она поняла, что не все так просто. Что надо самой стать таким человеком, чтобы был хороший муж. Таким образом, видите, ведическое знание под невежеством понимает не совсем то, что мы обычно принимаем. То есть, невежество в ведах – это духовная необразованность. Можно даже, кстати, закончить духовную семинарию, быть духовно необразованным человеком. Потому что духовное образование – это образование сердца, это не образование головы. Но если ты, допустим, все изучил о том, что надо молиться, и ты не молишься по утрам, тогда смысл такой этого образования. Ты не получил, значит, никакого образования. Образованный человек, он в сердце погружает, это свое образование сердце воспринимает. Он чувствует, что так надо жить, и он естественным образом так живет. Ни ты кого, ни ты чего. Образованность также проявляется, есть основные черты образованного человека, качества. Образованный человек всегда сверен. Он не придает значения поклонению почести и считает, что это мешает его жизни. Образованный человек не придает сильно большого значения деньгам. Почему? Потому что деньги осверняют сознание. Не знаешь, что как бы бедный должен быть? Нет. То есть образованный человек может быть богатым, но он деньги использует для служения людям. То есть он не думает, что ему что-то для себя нужно слишком много делать. Образованный человек также знает, что если ты стремишься к тому, чтобы себя огружить чем-то роскошным, богатством, властью, влиянием, то ты таким образом решаешься возможности быть счастливым. Ну смотри-ка, допустим, я поселяюсь в большом доме. Скромный человек пойдет ко мне, пусть. Может быть пойдет, но будет там немножко неуютно. Неуютно. То есть для того, чтобы общаться с возвышенными людьми, чистыми, должен жить по скромнее. Потому что если ты будешь жить очень круто, то тебе придется общаться уже с богатыми людьми, а там не так много вот сердечных людей, не так много. Есть, конечно, есть везде, но уже ограничен круг, ограничен. Дом богатства означает, что тебе придется большой дом нанимать, увернал, соответственно. А чайные тужие люди в доме уже. Ты не можешь спокойно жить. Не надо, чтобы кто-то там был. Нужно нанимать охрану, собаки и всякие, и так далее. И столько всего тебя должно окружать, чтобы ты жил. Просто жил. А это означает беспокойство. Ты не можешь жить так же без защиты. Потому что на тебя могут покуситься, у тебя много денег. А человек, который скромно живет, кому он нужен? Что он мне будет покушаться? Ну, покусился, пожалуйста. Мы с женой разуждали, ну, придут, нас грабят, допустим. Хорошо, забирайте все. Что тут брать? Про компьютер? Нечего брать. И, в общем-то, ей нечего бояться. И мы уехали просто на месяц. У нас там фестиваль, куда-сюда несколько фестивалей. На месяц уехали. И просто закрыли на замок дом и уехали. Там мы снимаем домик небольшой дерево. И все. Никогда никто не зашел. Месяц все это стояло без присмотра. Никто не зашел. Собаки, ничего не там. Просто все. Заходи, беречь, хочешь. Никому что не надо. Называется свобода. Свобода, когда тебя интересуют более высокие ценности. И это значит, что может счастливо жить. Тебя не будет волновать беспокоить то, что ты накопил. Надо же охранять это все. Но это трудно понять вообще. Часто люди этого не понимают. Они думают, что совсем к другому надо жить. Надо стремиться к этой роскоши. И она порвощает человека. Образованность означает умение быть счастливым на этой трубе. Настоящее счастье, оно же в другую природу имеет. Оно имеет природу любимых людей, любимых друзей. Меня, допустим, в жизни сейчас окружает очень много любимых людей. Это счастье. Даже часто, вот я приезжаю сюда, смотрю в глаза, в глаза людей, которые приходят на мои лекции уже 15 лет. Не верите? Есть такие люди, которые приходят уже 15 лет на мои лекции. Я смотрю на них, в глаза, говорю, Господи, какое счастье вас видит. Мы даже близкие, не знакомые часто бываем. Но это же большое счастье видеть таких людей. Поэтому не факт, что образованность означает влиятельность «два высших образования», «высокий статус в обществе». Не факт. Федическое знание считает, что образованность — это другое. Способность понимать, что это душа, к какой-то степени хотя бы. Способность понимать, что есть следующая жизнь. Способность понимать, что если ты ведешь себя подло, за это ты ответишь. Способность понимать, что высшая награда человеку – это любовь других людей. Ее тоже не купишь в стафель за деньги. Это только если ты любишь других, ты тогда получишь назад любовь. А любовь означает бескористое. Означает бескористое. Может ли начальник любить своих подчиненных? Может. И подчиненные начальника могут любить. Но тогда ему придется пожертвовать идеей, что я должен с них драть с этой шкурой. Им придется служить этим подчиненным всю жизнь. Жить для них. И тогда они будут любить. Он, смотрите, выбор всегда, или деньги с них он берет, или любовь. Образованный человек всегда берет любовь взамен денег. Всегда образованный человек так поступает. Не образованный берет денег. Получает ненависть от людей. И так, как мы живем в тонких отношениях, не в другом. Вот смотрите, допустим, человек окружил себя домами, машинами, газетами, пароходами. Какая-то богатая человек, у которого я был дома. У него нет счастья в отношениях ни с сыном, ни с женой. Мне достаточно было просто посмотреть. Проходила мимо жена, я увидел ее лицо и понял. Они не любят друг друга. Почему? Потому что что любить? Что любить? Вот это постоянное желание кинуть, копать в себе. Нечего любить. Сын тоже, как чужой. Нет счастья в такой жизни. Нет счастья. В этом веды объясняют, они учат человека быть образованным. Образованным означает знать, где есть счастье. Это не значит, что он пишет, что он ходит там, нищим там быть. Нет. Кажется, что своя жизнь, кто-то там может жить, кто-то всякое. Просто счастье заключается в том, что ты служишь людям, обществу. Даже, допустим, сейчас среда сама по себе, она не способствует этому. Допустим, если ты должен быть у власти, ты должен жить этой жизнью, в которой живут люди при власти. Но жизнь, она у них часто не слишком способствует чистой жизни, чистоте. Ну, то есть взятки там, отношения такие, знаете, то есть без спиртного ничего не подпишешь, нет, нет документов. Часто так бывает. Не всегда, но часто. И с этой точки зрения нужна ли тебе эта власть? Нужно ли тебе влияние, если ты такой ценой, как бы, ценой того, что ты должен вот так вот жить? Не факт, что это нужно. Не факт. Поэтому человек, прежде чем он куда-то стремится в своей жизни, даже если у него интеллект что-то получить, он должен серьезно подумать, как он хочет жить. Чего ему нужно, чего нет в жизни. В чем счастье, в чем нет. Вот это называется образование. Согласно ведам. А все остальное считается вежеством. Ну, ты можешь, допустим, быть очень интеллектуальным. Есть, понимаете, есть материальный разум, есть духовный. Материальный разум, он может очень много что сделать для человека. Даже тоже судьба. Стать богатым, влиятельным. Да. Есть люди, обладающие огромной силой материальных разумов. Но при этом, если они не развивают в себе духовный разум, то этот материальный разум не делает их счастливыми. Почему? Потому что духовный разум — это что такое? Это способность устанавливать глубокие и чистые отношения. Это способность молиться, способность верить в Бога. Это честность, верность, чуткость, смирение — главный признак духовного разума. Смирение. Ты ведешь себя просто, и смиренно со всеми, несмотря на твое положение в обществе и так далее. Это означает духовный разум. Его работа очень важна при счастливой жизни. Если у него не разум духовный разум, то он не может быть счастливым. Образованность означает развитие духовного знания, согласно ведом. Допустим, если человек не может просто в молитву погрузиться в отношения с Богом, с наставником, если у человека нет наставника, то не значит, что он образован. Потому что, смотрите, ты можешь много что изучать, но все равно, как действует психика человека, она все равно без наставника действует в сторону того, чтобы жить для себя. Жить для себя. Даже если ты много чего знаешь в духовном плане. Нужен наставник, чтобы он тебя поставил на место. Человек сам не замечает, как он постепенно гордиться собой начинает. Это очень незаметное свойство. Гордость, она очень незаметна. Только с помощью старших можно убрать гордость в своем сердце. Допустим, меня слушают там 300 человек, допустим. Это уже гордость. Все уважают, меня слушают. Это уважение, это что такое? Сила, которая влияет на моих сердцем. Если я не отдаю эти плоды старшему, я считаю, что это он дает людям знания, а я только открываю. Когда я уезжаю лекции читать, мне жена говорит, не забывай, пожалуйста, что ты переводчик. Духовный учитель дает знания, а ты переводишь. Переводчик, просто переводчик. То есть есть, бывает, человек выступает, допустим, где-то, выступает, и так как у него другой язык, кто-то переводит. И на переводчика никто не обращает внимания. И слушает человека, который выступает, да? Он говорит, ты переводчик, переводчик. Все, держали. Это означает, что это правильное положение в жизни. Правильное положение. Но, к сожалению, в наше время мало образованных. Даже часто религиозные люди ведут себя очень пафосно. Они не ведут себя как наставники, как действительно образованные. Наставник должен быть очень смиренный в сердце. Наставник никогда не должен свысока разговаривать с тем, с кем он общается. Наставник — это слуга. Что он наставляет? Учит быть слугой. В этом наставление заключается. Учит быть слугой, а не показывать, что я господин. Это означает образованность. Вопросы есть? Не стесняйтесь. Может, это первый раз, что-то непонятно, да? А его невозможно? Наставник — это выбрать. Невозможно выбрать. Понимаете, все, что мы имеем в этом мире, все нам дается как награда. Мужа нельзя выбрать. Кто нашел себе мужа? Я задаю такой вопрос без смеха. Некоторые поднимают руки. Кто нашел себе мужа? Взял, нашел себе муж. Что даже? Кто-нибудь стесняется? Ну, кто-то считает, что он нашел себе мужа. Ну, найдите 10 рублей. Вот сейчас в Омск. Идите в эту спекцию. Найдите 10 рублей на дорогу. А? Случайно, да? Или вы целенаправленно нашли? А вы целенаправленно теперь. Разве нашли? Вы теперь целенаправленно пойдите, найдите 10 рублей. Случайно нашла, значит, полдал. А если целенаправленно идешь и находишь, это значит, я нашел. Даже 10 рублей, если ты не можешь найти на дороге, как ты мужа найдешь? Это же не 10 рублей муж. Все зависит от мотивов. Для чего вы это делаете? И также от отношений. Вот, допустим, если отношения неправильно устанавливаются, то лучше брать деньги. Ну, допустим, я даю консультации, я даю бесплатно. Почему? Потому что правильное отношение устанавливается. Но лечение придется уже часто платить деньги. Почему? Потому что люди не ценят часто лечение за бесплатно. Люди приходят вот такие, знаете, кто есть. Просто любые люди приходят. Так бывает часто. Часто можно брать деньги и отдавать их жертвам в правду. Такое возможно. Можно делать бесплатно что-то. Например, хорошо делают бесплатно, помогают нищим. Нищим. Допустим, хочешь помочь нищим, корни их, допустим, бесплатно. Они еще приходят, поедут. Сердце их благодарны. Некоторые брюки и незнакомые, они в ведическом центре уже 20 лет, каждый день с утра выстраиваются в очередь, и они нищие кормят по 300 человек в день. Причем они кормили много-много лет на свои деньги. И это делали скромно, без всяких объявлений. Каждый день в течение многих-многих лет по 300 человек. Друзья там складывались и кормили все. Кормили. Сейчас государство уже полностью дает деньги на это. Каждый месяц выделяют сумму, необходимую для того, чтобы кормить. И они делали бесплатно абсолютно. Люди приходили, ели, благодарны, ходили. Многие бабушки там, сейчас много не устроено, людей в Латвии, и они приходят, кушают, раз в день не хватает, чтобы Богу не умереть. В своей книге вы пишите, там, где человек соживает, допустим, воздушенность, это предплодает гуна благости, а равнина гуна страсти, а низменность, это как раз наша тема. Вот нам что делать, если мы живем вот именно в низменности? Да ничего страшного. Главное, надо понять одну вещь, что где бы ты ни жил, как ты живешь, это и возвышает. То есть, ну, низи, не допустим, живем, ну, ничего. Вот есть города на воздушные, я туда не езжу. Я езжу в Омск, потому что люди очень открытые, глубокие, можно поговорить и серьезно к вещам. А в Питере? В Питере хорошие люди тоже. Ко мне приходит много хороших, интеллигентных людей. В Питере это, ну, там собрана, как бы, вот эта культура нации. Там очень много образованных людей, культурных, интеллигентов. И много из них интересуется высшей истиной. Они приходят на лекции ко мне. Обычно 500, 600, 700 человек в Питере приходят на лекции. И там очень много таких, с одной стороны, интеллектуальных людей, с другой стороны, открытых, структурных, вежливых.